Рада снова видеть вас, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы поговорим о том, как получить настоящее царское или королевское яблоко. Не секрет, что мы все засматриваемся на красивые яблоки на прилавках, на витринах, где каждое яблочко, каждый фрукт, как произведение искусства, правильное, точенное, ярко окрашенное. Но всегда ли мы получаем такие яблоки у себя? Конечно же нет. Часто мы упускаем очень важный момент в уходе за яблоней, и в результате, в конце сезона при уборке урожая получаем большое разнообразие яблок, всех размеров, окраски и даже форм с одного дерева. Так что нужно сделать, чтобы получить вот такое выставочное настоящее яблоко? Самый главный секрет – это, конечно, уход. Это подкормки, это защита и нормировка урожая. Дело в том, что у яблони из одной цветковой почки развивается 5-6 цветочков, и каждый из них способен завязать по одному яблочку. Естественно, им тесно. Посмотрите, как они жмутся. В таких условиях дереву сложно вырастить красивое полноценное яблоко, потому что каждое нужно накормить, напоить и обеспечить. Поэтому, чтобы иметь красивый плод, нам нужно провести нормировку урожая. Что это значит? Мы оставляем только самое здоровое, самое правильное яблочко в одной точке плодоношения. Точка плодоношения – это как раз и есть то место, где была цветковая почка. В первую очередь мы удаляем уродливые мелкие яблоки. Из них априори не получится ничего хорошего. Кстати, яблочки такие мы не бросаем на землю, кладем в ведро, потому что они могут быть поражены пилильщиком, плодожоркой, и в таком случае она выползет и вновь вернется на дерево вреднячить. Дальше, самое красивое яблоко, это секрет, это яблоко, которое развилось из центрального, именно царского или королевского цветка. Поэтому выделяем его, оно обычно имеет правильную форму, округлую, и убираем те, которые располагаются рядом с ним, теснят его. Убираем аккуратно, не вырывая с корнем, иначе мы повредим его. Убираем, конечно, все больные с поршинкой, оставляем именно его. Обратите внимание, одно яблочко очень правильное, а остальные однобокие из-за болезни или из-за тесноты. Убираем больное аккуратненько, чтобы не порушить, не сбросить нечаянно наше главное. Здесь я, конечно, чересчур убрала, не получилось снять правильно. Оставленное вот такое яблоко получает все питание исключительно для себя. Все листья вокруг работают только на него. Кроме того, чтобы окраска яблока проявилась максимально четко, была максимально яркой и насыщенной, вперед, когда начинается раскрашивание, когда появляется румянчик, мы убираем затеняющие их веточки. Здесь тоже проведем нормировку. Можно, кстати, использовать секатор. Это надежнее. Тогда вы точно сохраните здоровье ваших яблок и не удалите, не сорвете нечаянно хорошее яблочко. Здесь у нас получилось лучше всего. Обратите внимание, центральное яблочко в соцветии, центральное яблочко в точке водоношения, идеально правильное, круглое. У него уже начала проявляться окраска, румянец. Мы убрали все ветки, которые его затеняют, и теперь эта окраска будет самая яркая. И именно оно даст вот то самое выставочное, яркое, красивое яблочко. Ну и, конечно, не забываем защищать наш урожай от плодожорки, которая сейчас активизируется. Мы можем использовать на зимних, осенних сортах, у которого позволяет срок ожидания химические препараты, такие как эфория, шарпей, карате, децис. Либо, если вы приверженец биологических средств защиты, это, конечно же, лепидоцит, который гарантированно борется с плодожоркой. Только не забывайте, что использовать лепидоцит нужно часто, в вечернее время следить за температурой. И после дождя, если он прошел, обработку следует повторить. Только в таком случае вы не просто получили красивое яблоко, но и здоровое яблоко. И действительно получите наслаждение от шикарного урожая. Процветание вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч у нас на канале!